Всем привет! Сегодня будет короткий быстрый рецепт клумничного пончика с кремом. Очередная вариация моей любимой связки, которая будет хороша даже без подсластителей. Я решил больше сильно не удлинять ролики с рецептами, поэтому они будут выходить вот в таком вот максимально сжатом коротком формате. Если у вас будут появляться вопросы, пишите их в комментариях, я их все читаю, ну а если долго не отвечаю, можете написать их в контакте. Итак, понадобится нам 5 аром, и все они от фаворарта. Советую вообще по возможности использовать фаворарта, но если к ним нет доступа, замените их на капелла или тпа, по факту у них практически одинаковые названия. Да, фаворарт будет чуть понасыщенней, но в тех же процентах, возможно это кого-то удивит, если дать сравнить человеку вслепую микс на тпа, микс на капелле и микс на фаворарте, то в 95 процентов случаев он не сможет отличить, где какие ароматизаторы использованы. А профили будут максимально похожими, поэтому давайте проведем эксперимент. Я даже не буду говорить, какие аромы я использую в рецепте и от какого производителя. Какие буду говорить, а от какого производителя нет. Вы просто найдете либо те аромы, что у вас уже есть с похожими названиями, либо возьмете аромы от другого производителя. Че я несу, ну вы все поняли. Так, все, заново давайте еще раз, чтоб никто не запутался. Значит в этом рецепте я не буду говорить, от какого производителя аромы. Вы просто ее находите или по кожу смешиваете в той же процентовке, что идет в рецепте и скажете, что у вас получилось по насыщенности. Вообще велика вероятность, что все эти аромки у вас уже есть, просто скорее всего от разных производителей. Самая простая и при этом самая вкусная связка это клубника, выпечка и крем. Начинаем. За основу мы берем клубнику, которая вам нравится. Вот прям любую. Мне больше нравится спелая или сладкая, поэтому sweet strawberry 5% 1,8 мл. Дальше дополняем ее выпечкой. Любой, которая вам нравится. Чизкейк, печенька, пончик, все, что вашей душе угодно. Главное, чтобы это было связано с выпечкой. Я использую пончик для основного вкуса и чизкейк как этакий переходной вкус. У него есть и легкая корочка от выпечки, и творожно-кремовая послевкусие чизкейка, которая отлично свяжется с кремом, который пойдет дальше. Glazed Donut 5% 1,8 мл. И Нью-Йорк чизкейк 2% 0,6 мл. Теперь крема. В идеале использовать 2-3 слоя, но вы можете обойтись и одним. Просто догнав его концентрацию до той, что я использую в сумме. Крема любые, повторю. Но с разными будет интереснее. Будет интереснее, если один из кремов будет ванильным. Бавариан Крим 3% 0,9 мл. Френч Ванилла 2% 0,6 мл. На этом в самом деле можно закончить, но если вы хотите, чтобы вышло как в Америке, то добавьте сюда 1% подсластителя. Если любите сладкое, можете добавить даже 2% подсластителя. Супер Суит 1% 0,3 мл. Все. Вот она топовая универсальная связка на все случаи жизни. По ней построена куча популярнейших жидкостей в различных линейках. Да я даже не знаю ни одного производителя, который ее не использует. Это как Teal & Orange в голливудских фильмах. Она есть, наверное, в каждой линейке. Да, одно время она всем поднадоела, но сейчас, думаю, самое время к ней вернуться. Кстати, аналогичную связку, но с другими компонентами, я использовал в жидкости, которую мы вместе выпустили, кто не знает, Urban Community. Там есть мой микс, называется он Shippet Cree. Насколько я знаю, они до сих пор продаются и покупают больше всего из всей линейки мой микс. Мне показывают статистику, я это не придумываю, я вижу, что там больше продаж. Но единственное, что там, когда выходили типа новые миксы, там у бородатого пара и у троя, так как это новинки, их закупали дистрибьюторы и шопы, там чуть больше продаж было. Но в основном, основная масса больше всего покупает в Shippet Cree. Так что, если хотите смешать что-то действительно вкусное, попробуйте эту связку. Все равно, из каких ароматизаторов. Ну, возможно, только не надо использовать концентраты. Не стоит лить их в таких пропорциях. А если вы используете ТПА, капеллу или фловор-арт, то вот эти проценты, они подходят. Ничего страшного, если там будет на 1% больше, ничего страшного, если там будет на 1% меньше. Это все настолько тонкие вещи, которые мало кто почувствует. Просто попробуйте вот смешать его. Из доступных подойдет и ТПА, и капеллу, и фловор-арт. У них даже, по-моему, всех ароматизаторы с такими же названиями есть. Но у меня на этом все. Спасибо, спасибо, что посмотрел. Приятного тебе и пока!